Привет всем! Сегодня мы с вами снова будем обсуждать, возможно ли практиковать материальный минимализм при наличии дома детей. Я хочу поговорить о таких категориях вещей, как детская литература, всякие артефакты, которые дети приносят из школы, это всякие грамоты, какие-то награды, тетрадки, дневники и все в таком духе. А также мы поговорим, что делать со всякими поделками и рисунками, которые дети также приносят из детского сада, из школы, из каких-то развивающих занятий, кружков и так далее. Давайте начнем, наверное, с книжек. Я сразу хочу оговориться, что считаю, что для развития детей книжки очень нужны и важны, но вопрос, как именно мы можем предоставить их ребенку, в каком виде и в каком количестве они будут находиться у вас дома одновременно. Я сама лично не являюсь фанатом вот этих вот бумажных материальных книг, но я совершенно точно знаю, что есть очень большое количество людей, которым вот прям нравится там открывать книжки, выдыхать запах типографской краски, иметь дома коллекцию, красиво их расставлять как-то и так далее. Мне это чуждо, но есть другие категории предметов, к которым у меня есть слабость, поэтому я, если что, с пониманием отношусь к этому. Но, тем не менее, книги для меня не являются предметом фетиша. Я отношусь к ним исключительно утилитарно, и давайте я поделюсь с вами, как мы пришли к тому, что у нас дома крайне редко бывают бумажные книжки, и своих бумажных книжек у нас нет совсем. Относительно детской литературы. Какие-то книги были, кажется, только у старшего ребенка, но когда ему исполнилось, кажется, 7 или 8 лет, мы на день рождения ему подарили электронную книгу, читалку. Это Kindle, и он работает до сих пор, то есть прошло где-то лет 7 или 8, и с ним до сих пор все хорошо. Он им активно пользуется. То есть мы используем электронные книги, это как один из вариантов. Понятно, что, наверное, это не вариант для каких-то совсем маленьких детей, но тем не менее. Второй из заменителя бумажных книг у нас – это планшеты, айпеды. У нас у каждого ребенка есть по айпеду, и там прекрасно точно так же можно загружать какие-то электронные книги, смотреть картинки, то есть там все как раз красочно и можно читать. Третий заменитель, который мы используем – это аудиокнижки. Точно так же скачиваешь либо на телефон, либо на планшет, и можно включать детям, потому что я прям вот совсем не фанат того, чтобы читать детям самостоятельно. Мои дети, я даже не уверена, что вообще в курсе, что бывает такое, что родители им читают книжки. Нет, мы предпочитаем, чтобы кто-нибудь другой это делал. В частности, например, диктор, который до этого зачитывал какую-то книгу, и в итоге вот получилась аудиокнижка. Именно бумажные книги у нас тоже периодически в Думе бывают. Ну, во-первых, это, естественно, учебники какие-то из школы, их выдает школьная библиотека, и, слава богу, в конце года забирает. Причем у младших детей таких книжек пока, кажется, нету совсем. У старшего ребенка их очень много, но он их хранит в основном в таком школьном блокере, в шкафчике, и домой приносит очень редко. Если детям хочется почитать бумажную книжку, мы их записали в библиотеку, и они ходят в библиотеку, выбирают там себе книжки, потом вовремя, главное, не забывать их сдавать, и тоже это прекрасно работает. То есть там одна-две книжки принесли, через неделю или через две сдали, нету никаких завалов, никаких пульсборников. Еще один способ, которым мы тоже периодически пользуемся, это брать книги у каких-то друзей, знакомых, но это бывает, честно говоря, не так часто. Иногда случается, что нашим детям кто-то привозит, дарит книжки, особенно бабушки это любят делать. В нашей ситуации чаще всего происходит так, эту книжку дети читают, листают, смотрят, но через некоторое время, когда интерес уже утрачен, мы обычно эти книжки просто отдаем тоже каким-нибудь друзьям, вернее, детям друзей, и таким образом у нас не накапливается никакая вот эта материальная библиотека. Следующая категория вещей, о которой хочется поговорить, это всякие дневники, тетрадки и разные награды, грамоты, то, что дети приносят домой. С тетрадками мы поступаем совсем жестоко. Обычно мы просто сразу их сдаем в макулатуру, в переработку, потому что, ну, как правило, ничего особо интересного там нету. Если вдруг что-то происходит в этой тетрадке невероятное, например, в начале тетрадки полная каля-маля, а в конце понятный красивый почерк, ну, то есть что-то вот выдающееся случилось, это мы либо фотографируем, либо сканируем и складываем в отдельную папочку на компьютере, которая дублируется на Яндекс.Диске. С дневниками ситуация немножко сложнее. Я очень долго не могла избавиться от дневников старшего сына. Мы их таскали за собой. У меня сейчас ребенок учится, кажется, в седьмой или в восьмой школе, при том, что ему 15 лет, потому что мы часто переезжаем. И мне все время вот казалось, что вот эти дневники из российских школ, особенно их у нас, кажется, пять штук было или шесть, что их вот обязательно надо иметь, что кто-то может заинтересоваться, какие же оценки были у ребенка и как-то попытаться его оценить по этим оценкам или что это нужно будет для устройства в какую-то школу, что это в таком духе. Но по факту нет, ни разу это не пригодилось нам. И в итоге буквально несколько, наверное, месяцев назад мы сели в очередной раз, когда разбирали вещи, я у него спросила, нужны ли тебе эти дневники, там, может быть, как память. Он сказал, что мне вообще нафиг ничего не нужно, я вообще не понимаю, что это, я плохо помню, о чем это. В итоге я вырезала последние страницы из этих дневников с оценками. На всякий случай их оставила, ну, скорее, наверное, даже не знаю из каких-то, может, ностальгических соображений, чем из практических. И мы еще отфотографировали, отсканировали самые такие угарные страницы из дневников, где что-нибудь написано большими красными буквами завтра с родителями в школу по директору, что-нибудь в таком духе, или там молодец с большими буквами, три восклицательных знака и пятерка. Вот. Но мы не стали, естественно, все подряд сканировать, это просто, ну, мне кажется, никто никогда пересматривать не будет. Далее про всякие грамоты и награды. Тут тоже, ну, надо смотреть и действовать по обстоятельствам. Во-первых, сами, ну, во-первых, они, наверное, занимают не так много места. Во-вторых, ну, все-таки надо как-то фильтровать, как мне кажется, потому что грамота в стиле «Ваш ребенок суперактивно участвовал в подготовке к дню учителя в каком-нибудь 2014 году», ну, мне кажется, это не очень ценно. А вот грамоты о том, что ребенок занял какое-нибудь там призовое место на Олимпиаде, например, они, ну, в общем, могут и пригодиться даже чисто физически, потому что, когда я, например, поступала в МГУ, у нас учитывали, то есть вот эти вот все места в Олимпиадах за последние особенно годы в школе, и мне это помогло при поступлении, поэтому я считаю, что, ну, такие вещи, наверное, все-таки надо хранить. Следующая категория вещей, наверное, самая такая сложная и скользкая – это всякие детские поделки и рисунки. У нас трое детей. Слава богу, старший уже вроде ничего такого не приносит, но, тем не менее, каждый день из школы они приносят один-два каких-нибудь рисунка, иногда что-нибудь еще, какую-нибудь поделку, и в конце года еще выдают целую вообще пачку того, что было выставлено до этого в классе. И если бы мы все это хранили, ну, нам очень скоро, честно говоря, не было бы где жить вообще. Это во-первых. Во-вторых, я сама лично очень плохо воспринимаю в интерьере вот эти всякие детские мятые листики, которые некоторые родители, допустим, обклеивают, не знаю, даже в гостиной там целую стену бывает, заклеивают этими детскими рисунками. Я, нет, может, я плохая мать, но я не готова жить в таком доме. Поэтому у нас следующие правила. Мы сразу приучали детей к тому, что основная цель вообще всего этого – это чему-то научиться и потом показать родителям. Родители хвалят, радуются, гладят по головке. После этого совершенно спокойно от всех этих рисунков можно избавляться. И чаще всего у нас именно такой сценарий работает. То есть дети что-то принесли, мама привела их из школы или няня, неважно, похвалили, сказали, да, молодец. После этого вечером пришел папа, тоже показали папе, папа сказал, все прекрасно, красиво. И после этого ребенок идет и сам совершенно спокойно в корзину с бумагами, все, которое пойдет потом на переработку, все спокойно это выбрасывает. Периодически я спрашиваю, не нужно ли, допустим, вот это очень красивый рисунок получился, не хотим ли мы, допустим, его сфотографировать, отправить бабушке или сфотографировать, выложить в Инстаграм, что-нибудь в таком духе, или отсканировать. То, что я сама читаю выдающимся или ребенок просит, мы тоже сохраняем в отдельной папочке. Но чаще всего дети такие, ну, я там что-то в школе нарисовал, все, короче, посмотри, я пошел своими делами заниматься, некогда мне этой фигней заниматься. Очень изредка бывают такие ситуации, когда ребенку у него какая-то вот эмоциональная связь с чем-то, с каким-то рисунком, какой-то поделкой и так далее. Для этих случаев у нас есть специальная доска такая пробковая, она у нас стоит, даже не висит, мы никак ее не повесим в детском домике, там у нас большая часть игрушек, и, собственно, дети играют. И на этой доске у нас есть, я не помню, 4 или 5 вот этих вот булавок, кнопок, которыми можно приколоть рисунки. И правило у нас такое, что если ты хочешь туда что-то новое повесить, на эту доску, то что-то старое можно нужное снять и избавиться от него. И именно так и происходит в итоге, допустим, если ты там нарисовал какой-то очередной шедевр, ты, я спрашиваю, вот это красивое, будем оставлять? Ну, ребенок чаще всего говорит, нет, типа давай его кидывать, либо я говорю, а давай вот на доску повесим. Окей, идет, вешает на доску, сам приносит что-то старое, что до этого там висело, и спокойненько это все утилизирует. У нас это хорошо работает, нет, слава богу, никаких травм, никто не рыдает, что кто-то злой и плохой пришел и с соображением минимализма все бы выкидывал. А еще, несмотря на то, что я сказала раньше, у нас в интерьере висит целых две картины, которые нарисовал наш младший ребенок, сейчас ему 5. Нарисовал он их где-то в 4,5 года. У них в школе были какие-то типа мастер-классы, что ли, по такому абстрактному рисованию, и мне кажется, что это просто гениально. И они реально очень круто подходят под наш интерьер, поэтому тут было вообще без вариантов. Я просто взяла, вставила их в рамочки и повесила, и страшно рада, что они у нас есть. Я несколько раз в этом видео ссылалась на то, что мы храним в электронном виде некоторую информацию, какие-то там рисунки, сканы каких-то грамот и так далее, или дневников. Но я хочу сказать, что по, по крайней мере, нескольколетнему опыту, это пока не десятки лет, это пока порядка, наверное, 6-7 лет мы такое практикуем, пока не было ни разу такого, чтобы кто-то пошел и стал что-то искать в этих папках или там листать и ностальгировать. Поэтому, не знаю, не уверена, стоит ли это делать, но пока, по крайней мере, от этого я не готова отказаться. Мне кажется, что, ну, а вдруг, не знаю, на детской свадьбе мне захочется показать, как ребенок рисовал, не знаю, в 3 года. Не знаю, зачем я это храню, честно говоря, но, по крайней мере, это в электронном виде, и это не занимает, по крайней мере, физического места не захламляет пространство, и времени на это уходит не очень много, поэтому, в общем, это такой некий компромисс с самой собой, и, наверное, может быть, не знаю, вдруг детям понадобится, мне будет что им показать, когда они спросят, а вот как я рисовал в 5 лет. Вот такие наши практические решения по совмещению многодетности и минимализма. Я надеюсь, вам было интересно и, может быть, полезно послушать о практическом опыте. Расскажите, как у вас, готовы ли вы, допустим, хранить абсолютно все, что выходит из-под пера любимого ребенка, или наоборот, вы считаете, что от всего надо немедленно избавляться и даже фотографировать не надо. С интересом послушаю, как у вас, сколько места занимают, не знаю, детские поделки, хранительовые тетрадки, все, правда, любопытно. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И за мной еще видео про игрушки, про минимализм в игрушках, если это возможно. Все, пока-пока, до новых встреч!